Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях член Союза писателей Москвы, поэт и участница жюри литературных конкурсов и фестивалей Ольга Маслова. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Расскажите, а со своим творчеством вы участвуете в литературных мероприятиях или все-таки вам больше нравится оценивать чужие работы? На каком конкурсе были в последний раз? Честно говоря, сама я не конкурсный человек, но именно в различных мероприятиях, связанных с поэзией и литературным процессом, участвую активно. И так как я выпускница кафедры литературно-художественной критики журфака МГУ Мни Ломоносова, то получилось так, что участвую в команде жюри различных фестивалей и конкурсных проектов. Они и связаны с детским творчеством, и со взрослым, и это может быть конкурс медиаволонтеров, где вообще рассказывается о каких-то интересных достопримечательностях нашей страны. То есть творчество в широком смысле приходится оценивать, к моей радости. Но один из интересных моих опытов – это работа на конкурсе «Начало». Он и сейчас идет, он уже более четверти века в городе существует, его проводит Дворец детского творчества. Это конкурс как раз для детей. И, вы знаете, я сама вышла, наверное, из этого фестиваля в свое время. И большой честью и радостью было присутствовать в команде жюри, потому что общение с этой молодой порослью, молодой кровью – это и для меня огромная школа. И в то же время послушать рядом находящихся более маститых, может быть, участников команды жюри – тоже удовольствие. То есть участие в литературном процессе, оно всегда полнокровное. Это взаимосвязи и снизу, и сверху. И я с удовольствием всегда открыта таким предложением в дальнейшем. Как вы в целом относитесь к современным поэтам и их творчеству? С любовью и интересом, потому что в свое время это было темой моего диссертационного исследования. А сейчас я просто, опять же, живу в этом контексте. Интернет и социальные сети мне подкидывают замечательные имена. То есть это имена моих современников из разных городов. Они могут быть титулованными, нет титулованными. Мне интересно их читать. И иногда, то есть я сама, как человек пишущий, иногда я так зачитываюсь этими стихами, что думаю, а зачем писать, если уже вот так написано. И то, что мы называем сетевой поэзией, существует уже, опять же, где-то, наверное, почти четверть века. Это явление, которое не только стало одиозным, но и породило прекрасные новые имена. А из поэтов-классиков вам чье творчество близко? Уже во взрослом состоянии я поняла, что всегда есть переклички с Пастернаком. По-моему, у Сельвинского есть такие строки. Если впросьте их передавать, если хочешь узнать, кто этот человек, спроси, кто его поэт. Вот мне близки те люди, чей поэт также Пастернак. Еще с удовольствием читаю из классиков Владислава Ходосевича, из современных действующих классиков Александра Кушнера. Почему вообще решили связать свою жизнь с литературой? Может быть, у вас есть какая-то интересная история? Сложно уже осознать, как получилось, что все мои обязанности, должности какие-то, все, что я делаю, связано с руслом словесности. Но, наверное, это так же, как человек попадает в русло каких-то, не знаю, медицинской жизни и технических каких-то исследований и так далее. То есть, мне кажется, стихи я пишу. Ну, это такие умилительные воспоминания из детства, сколько себя помню. Потом оказалось, что уже в школьные годы меня привлекает и художественный перевод. Благо, в пятой гимназии мы учили иностранные языки со школьных лет. Потом на журфаке, ну, потом, собственно, журналистика, потом на журфаке увлечение, так сказать, я сознательно выбрала кафедру литературно-художественной критики. И да, все это вокруг меня. Плюс, допустим, редактура текстов. Это здорово, интересно. Я не знаю, как это получилось. Это какая-то стихия. Я рада, что моя жизнь вошла вот в это русло, в это колею. Вы сказали, что занимаетесь литературно-художественным переводом. Каких авторов переводили? Это ведь наверняка непросто соблюсти и рифму, и смысл нужно сохранить. На самом деле это такой же поэтический тренинг, когда ты переводишь, потому что действительно это маленькое чудо. Это, наверное, схоже с даже работой журналиста, репортера. Когда ты смотришь на какое-то мероприятие, событие, тебе нужно ухватить самую его суть. И ты передаешь этот образ события. Вот так же и перелагая стихотворение с одного языка на другой, ты ухватываешь его парадокс и стараешься уже средствами собственного языка и с большим почтением именно к родному языку создать свою версию. На самом деле каждый мой перевод – это маленькая радость, открытие, взаимодействие. Начала я, как я говорю, в школьные годы. Меня увлекла Лорелея Гейна. И тогда еще я перевела лесного царя Гёте. Ну, то есть это какая-то музыкальность, балладность немецкого языка, которая захватила воображение подростковое. Ну, и с тех пор, то есть это английский и немецкий язык. И опять же, возвращаясь к немецкому, недавно первая моя проба была, перевела я Рильке, соприкоснулась с этим удивительным миром. Не так давно я освоила, конечно, самым базовым образом испанский и сделала свой первый перевод этого стихи Лорки. 21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Вы, как человек, непосредственно имеющий отношение к этому искусству, посещаете какие-то мероприятия, которые приурочены к этому дню? Ну, и, собственно, вот эту традицию, начало этой традиции в Рязани, мне кажется, положил фестиваль День поэзии, который и в этом году проходит, вот он в центре города, собственно, 21 марта, и существует он еще с 2013 года. У него своя афиша, достаточно признанные уже полупрофессиональные, профессиональные поэты выступают, так сказать, в первой части, и далее чаще всего бывает свободный микрофон. И выступают не только люди, собственно, пишущие стихи, но это и актеры, которые хорошо читают стихи, и они могут вести этот вечер, например, и в то же время между другими выступающими современными поэтами они каких-то классиков российских и зарубежных тоже декламируют, но это не придает какой-то лишний пафос, это тот же поэтический диалог, такой не слишком формальный, очень душевный, и, несомненно, именно такие вечера и расширяют поэтический кругозор рязанцев, и живой интерес к поэзии подпитывают. Еще интересный проект, в котором я участвую, это проект, через хэштег у него такое название, «Яш-поэт» – это система образовательных блоков, они несколько дней скомпонованы, длятся для как раз тех, кто хочет улучшить и уровень своего поэтического мастерства, и просто лучше понять контекст, с кем общаться, как продвигаться, допустим, в социальных сетях, как развивать сам тип творческого мышления. Насколько я знаю, есть и блоки, связанные с ораторским мастерством, и блоки, связанные с речепластикой, то есть уже буквально актерская, или, по крайней мере, профессионально-сценическая подача текста. Что касается меня, мой блок – это теория поэзии, хотя, в сущности, я, может быть, не совсем теоретизирую, а на примере поэтического материала XX века, опять же, классиков и новых классиков, и тех, кто творит вплоть по нынешний день, хочу донести до как раз читающих, пишущих, интересующихся, каков он поэтический гардероб, поэтическая стилистика века минувшего, чем можно себе помочь в поэтическом развитии, оглядываясь на эти прекрасные имена. Может быть, как раз-таки на основе лекций ваших вы дадите несколько советов начинающим или улучшающим свой поэтический слог поэтам? То есть о чём эта лекция? Может быть, несколько советов из этой лекции нам расскажете? Ну, во-первых, мне кажется, что вопреки некому пониманию, что поэзия – это дело интровертов, это дело внутренних каких-то исканий своих, на самом деле это очень социальный процесс, и, в принципе, литературный процесс – очень социальный процесс, поэтому те, кто намерен серьёзно войти в это и совершенствоваться, и профессионально в этом жить, конечно, не должны замыкаться в себе, и как раз участие в литературных мероприятиях, некоторая такая оглядка на пишущих современников, то есть взаимный обмен творческими методиками, он не только нормален, естественно, он просто ровно необходим для поэтического развития. То есть насмотренность, наслушанность, начитанность, какое-то общение с собратьями по перу – это кажется, что, может быть, это какие-то подножный корм, какие-то простейшие советы. На самом деле вот из этого таким стихийным образом, может быть, неочевидным образом, вырастает собственная поэтическая стилистика. Ты понимаешь, от чего ты мог бы оттолкнуться, с кем, может быть, посоперничать, с кем поспорить поэтически. И рано или поздно кристаллизуешь свой собственный стиль. Ну и поскольку я говорю про такое общение и контекст, то опять же чтение, то есть начитанность тех, кто был… начитанность в отношении текстов, массива огромного текстов русской литературы, которые уже созданы, она тоже необходима, потому что с начала XX века современной русской поэзии, она, можно сказать, несколько реформ пережила, не понимая этой закваски, этой ее истории, и самого себя, наверное, в своем творчестве не очень осознаешь. А творчество требует осознанности однозначно. То есть именно такой критического взгляда на самого себя со стороны, как критического мышления. Не в смысле себя полностью разгромить, а хорошо очень понимать, что и зачем ты делаешь. То есть это не только вопрос музы, вдохновения, каких-то порывов, а именно четких проб, попыток и трезвого отношения к своим достижениям. Почему литературный редактор играет такую же важную роль в жизни и творчестве поэта, как и в творчестве писателей? То есть то, что писатель потом отдает свою рукопись на редактуру, это понятно и очевидно, а вот на тему поэзии для меня стало недавно каким-то открытием, что все-таки нужно давать и другим расчесать свои произведения, свои стихи для того, чтобы улучшить их понимание и их качество. Как правило, в этом есть смысл. Но в этом есть и производственный смысл при предпечатанной подготовке книги. То есть это просто логика, потому что книга или рукопись – это какой-то проект все-таки, да, и он связан с издательским процессом, с какой-то логикой издательского запроса. Нормально, что сборник, например, стихов или просто какие-то подготовленные к дальнейшей обработке стихи еще просматривает профессионал. Даже на уровне компоновки стихотворений между собой. Все играет роль, все играет, понимаете, такие акценты всегда из взаимосвязи, даже в том, как друг за другом идут стихи, как они разделены. Иногда, вы знаете, кстати, сейчас даже форма книги, форма издания – это тоже может быть новшеством, может быть средством привлечь внимание к конкретному сборнику. И, допустим, я знаю, что не так давно у нас была презентация в Рязани молодой поэтессы, которая свои стихи выпустила в форме открыток, в форме набора открыток. Кто-то, например, выпускает свои стихи вместе со своими рисунками. Это тоже придает книге уникальный облик. Но и в любом случае, даже если мы просто говорим про тексты, литературный редактор, литературный… Ну и в любом случае, даже если мы просто говорим про тексты, литературный редактор – это немножко в моменте наставник, даже для самого крупного профессионала. Человек, который, опять же, даст взгляд со стороны, чтобы текст был единым по стилистике, чтобы он был удобен для издателя и читателя. Сможете нам прочитать что-то из своих поэтических произведений? «Человек. Две руки, две ноги и небо. Анатомия человека. Анатомия человека. Две руки, две ноги и небо. Акватория человека. Океан с мировой отметкой. Или речка, где рябь от света и шумит переправа сверху. Территория человека. Канонический сад от века. Или комната в 20 метров, где светлеют к утру предметы. Что еще человеку надо? Объясни-ка мне, Леонардо, В нем частей и деталей мало. Миг от радости до разлада. Философия человека. Все, что было, запомнить крепко. Все, что есть, уберечь от ветра. Все, что будет, отдать приметам. Он растет здесь и ловит пищу, Словно дерево корневищем. Он восходит тяжелой кроной К той звезде, озорной, влюбленной. И в прощальных его конвертах Лишь вопросы и нет ответов. Как в окошках обыкновенных Затемнения и просветы. Затемнения и просветы. Спасибо большое, Ольга, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая, Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин